Что день грядущий мне готовит, Небо мой взор напрасно ловит. Привет! Я Станислав Щеглушов. Вы смотрите и слушаете «Русский календарь». 10 февраля 1837 года умер на второй день после дуэли великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Дуэль была в Санкт-Петербурге, практически за городом, на Черной речке. Причиной дуэли были слухи о связи жены Пушкина, Натальи Гончаровой, самой красивой женщины России и Дантеса, офицера, француза. Надо сказать, Дантес сделал всё, чтобы этой дуэли не было. Он даже женился на сестре жены Пушкина, Натальи Гончаровой. Но это не остановило конфликт. Для Пушкина это была не первая дуэль. Специалисты называют разные цифры, но одни говорят, что вызовов на дуэль было 29, другие, что 21. Большинство из них инициировал сам Пушкин. Первый раз он вызвал на дуэль своего дядю, когда ему было только 16 лет. Большинство дуэлей друзья Пушкина останавливали, но несколько раз он дрался. Никого до этой трагической дуэли не убил и не ранил. Несколько раз Пушкин давал противнику возможность выстрелить и сам отказывался стрелять или стрелял в воздух. Для Дантеса, наоборот, это была первая дуэль. У него не было опыта, такого большого, богатого опыта, как у Пушкина, поэтому он очень нервничал. И сейчас историки, которые реконструируют эту дуэль, говорят, что это сыграло трагическую роль. Мы знаем все детали этого дня. В Санкт-Петербурге зимой шёл снег, снега было очень много. На дуэли дистанцию между противниками измеряли шагами. И, как вы понимаете, когда было много снега на земле, шаги были очень маленькие, и дистанция между Пушкином и Дантесом была очень короткой. Поэтому было не так важно, кто хорошо стрелял, а Пушкин стрелял очень хорошо, а кто нервничал и волновался, как Дантес. И вот с этой короткой, необычно короткой дистанции Дантес выстрелил первым, смертельно ранил Пушкина. Пушкин, который уже лежал на земле, тоже выстрелил в Дантеса, легко ранил его. И, конечно, не зная, что через день он умрёт, в конце дуэли сказал, когда поправимся, начнём сначала. Значит, он был намерен, он хотел убить Дантеса. Утром перед дуэлью Пушкин заходил в кафе на Невском проспекте, где сегодня можно видеть его портрет. Кафе называется сейчас Литературное кафе, именно поэтому у этого кафе непростая история. Там последний раз живым и здоровым видели самого великого русского поэта Пушкина в утро перед дуэлью. Туда заходил в последний вечер самый великий русский композитор Чайковский и после этого ночью умер. Там самый великий русский писатель Достоевский познакомился с революционером Петрашевским. В результате потом был арестован, приговорён к смерти и несколько лет провёл в Сибири. Так что, если вы будете в Петербурге или когда вы будете в Петербурге, вы увидите на Невском проспекте это литературное кафе, но если вы творческий, креативный человек, пишете книги или музыку или, возможно, рисуете картины, я не рекомендую туда заходить, кто знает. Репутация у этого кафе не очень хорошая для творческих людей. Надо сказать, что как минимум ещё одна малоизвестная, но трагическая смерть стала результатом дуэли Пушкина. В 1926 году в Москве писатель Андрей Соболь около памятника Пушкину решил провести эксперимент и выстрелил в себя из пистолета. Нанёс себе такую рану, какая была у Пушкина. В это время все думали, что Пушкин умер из-за некомпетентности врачей и что медицина двадцатого века могла бы его спасти. Уже через полчаса Андрей Соболь был на операционном столе, но врачи не спасли его и он тоже умер. Его эксперимент закончился трагически. Смерть Пушкина стала огромной трагедией для русской литературы. Пушкину было только 37 лет. Все понимали, что мы потеряли великого поэта. Император Николай I заплатил все долги Пушкина, назначил пенсию его вдове, заплатил за образование его детей. В этот же день, когда все переживали смерть Пушкина, другой великий русский поэт Лермонтов написал стихотворение смерть поэта. И, ну, была такая классическая ситуация, король умер. Да здравствует король! Все сказали, что смерть Пушкина это ужасная трагедия, но у нас есть новый великий поэт Лермонтов. Правда, скоро Лермонтов тоже был убит на дуэли, и ему на этот момент было только 27 лет. Сегодня на месте дуэли Пушкина на Черной речке в Санкт-Петербурге стоит обелиск, и на памятнике можно прочитать стихи Лермонтова смерть поэта. Эти дни в середине февраля это дни памяти Пушкина и Достоевского, который тоже умер позже, в 1881 году, 9 февраля. Спасибо за внимание. Надеюсь, следующий выпуск будет более веселым и позитивным. Вы смотрели и слушали русский календарь. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok